Всем привет! С вами снова Орел и Решка. И мы в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Именно здесь, в Куала-Лумпуре, находятся самые высокие в мире башни-близнецы. На фоне которых Андрюша, скорее всего, сфотографируется с рюкзаком. Ой, это мы еще посмотрим. Орел? Решка. Ой, я так рад, что наконец-то я избавился от вот этого вот мешка. Я не сомневалась, что ты тот мужчина, который заставит женщин паскать тяжеленный рюкзак в этой мусульманской стране. Да, а кстати, если мусульманская страна, то будь осторожна, потому что здесь можно попасть кому-нибудь в гарем. Для меня после тебя же ничего не страшно. Давай, иди, там тебя зовет шейх один. Ну, а я буду набирать себе в гареме. Вы пойдете? А вы? А вы вот, девочка на коне, пойдете ко мне? Нет, коня оставьте, мне главное вот... Спасибо. Куала-Лумпур – это столица Малайзии. И один из самых продвинутых мегаполисов Азии. Здесь все перемешано. Религии и национальности, наука и суеверия, храмы и небоскребы, пальмы и хайвей. Куала-Лумпур всегда для нас звучал так экзотично, что рано или поздно мы должны были приехать именно сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, жарко. Жарко будет, Жанне, ходить. Ну, а я прыгну в свой роскошнейший автомобиль сейчас и помчусь с кондиционером да по красивым улицам. Я мог бы позволить себе любой дорогой лимузин. Но в этот уикенд я решил поэкспериментировать. Сейчас за мной приедет малайзийский автомобиль представительского класса. Протон Пердана. Пердана переводится с малайского как «премьер» или «первый». В Малайзии эта машина участвует во всех королевских кортежах и считается лучшей отечественной машиной. Протон Пердана оказался очень даже просторным автомобилем. Здесь приятный кожаный салон и... да, в общем, и все. Здесь в Малайзии Протон Пердана стоит 33 тысячи долларов. Малайзийцы считают, что это безумные деньги, поэтому эта машина является здесь безумно престижной. Самый дешевый транспорт из аэропорта до центра города – автобус. Автобус большой, междугородний, потому что ехать придется час не меньше. Пока едешь 70 километров от аэропорта до города, пейзаж за окном практически один и тот же. Куда ни глянь, пальмы до горизонта. Название Куала-Лумпур переводится как «мутное устье». По-нашему что-то вроде грязно-реченска. И то ли это название не нравится самим малайцам, то ли оно просто слишком длинное. А Куала-Лумпур здесь называют просто Кей-Эл. Государственная религия Малайзии – ислам. Но мусульман в стране только половина. Поэтому здесь работают две системы законов и правил – для мусульман и для немусульман. От того, какая у вас вера, зависит, по закону вы поступаете или нет. Например, европейки и китаянки в Малайзии спокойно могут расхаживать в мини-юбках. Девушки-мусульманки за такое могут получить до четырех ударов палкой по спине. Я решила не терять времени и сразу же отправиться к главному символу Куала-Лумпура – башня Петронос. Ага, вижу эскалатор. Наверх. Башня Петронос – самая заметная достопримечательность в Куала-Лумпуре. Эти два огромных небоскреба не перепутаешь ни с чем. Они похожи на пару гигантских кукурузных початков и соединены между собой воздушным мостом. Здания эти выглядят так захватывающе и настолько необычны, что многие приезжают в Куала-Лумпур только для того, чтобы посмотреть на них. Это башни Петронос. Это самые высокие в мире башни-близнецы. Представляете? Ой, аж голова кружится. Идем посмотрим, что внутри. Башни-близнецы Петронос – это такой себе город в городе. Здесь куча магазинов. Есть даже своя филармония, художественная галерея, научный центр и гигантский аквариум с акулами. Но больше всего здесь, конечно же, офисов разных крупных корпораций. Самое популярное развлечение в башнях-близнецах – это подъем на одну из башен-близнецов. Билет стоит почти 17 долларов. И отбоя от посетителей нет. Очереди за билетами, как в советское время, за колбасой. На лифте сначала поднимаемся. Видите, тут такое видео, как будто ты поднимаешься и едешь между этажами. Так что мне очень и очень повезло достать билет на утренний подъем. Мы сейчас на Небесном мосту, как он называется. Он находится на 41-м этаже и соединяет две башни. Небесный мост построили на случай пожара, чтобы люди из одной башни могли быстрее эвакуироваться в другую. После 10 минут на мосту всех поднимают на самый верх восточной башни. Я на 83-м этаже. Это верх, самый верх ваше. Куала-Лумпур отсюда виден как на ладони, до самых окраин. Несмотря на то, что город очень плотно застроен, главный цвет здесь зеленый. В Киэл много больших парков, и зелень занимает все свободное от домов пространства. Я пришла в такой центр, Discovery Center. Тут я вижу детей, просто водят и со школы, и с садиков. Discovery Center – это такое уникальное место, где о науке рассказывается в игровой форме. Например, вы на себе можете ощутить, что такое девятибальное землетрясение. Итак, вы сидите, говорите о любви, о луне, и тут начинается вздыхая тряска. А-а-а! Начинается, начинается, начинается. А-а-а! А-а-а! Ай, мама дорогая! О, Господи! А-а-а! Ой, какой кошмар! Какая кошмар! Вот это мой дождь! На табло при этом высвечивается скорость ветра. Слези. Ой, если бы не будка, меня бы унесло головой в талу. А-а-а! А-а-а! Ой, пустите меня! Кроме этого, тут есть экскаваторы. Им даже можно поуправлять. Включи его. О! Ой! Он такой! Эротичный агрегат, кстати. Даже не ожидала. Красота! Слушай, однако! Однако! Опускаем! Упс! Ух! У нас все, что касается науки, обычно прячут под стекло в музее и запрещают не то, что прикасаться, даже близко подходить. О, что это такое смыло! А в этом парке все наоборот. Если есть кнопка, нажимай. Если есть отверстие, ссунь руку. Если рычаг, дерни со всей стелы и посмотри, что получится. В ящике с вентилятором и водяным паром можно увидеть, как образуется торнадо. На специальном столе попытаться схватить рукой голограмму. Дети в недоумении! Можно полежать на гвоздях, увидеть своими глазами, что такое резонанс, и поучаствовать в гонках формулы 1. А-а-а! Вот если бы в школе физики обучали именно так, то я была бы сейчас и не ведущей, а ученым-физиком-ядерщиком, еще и нобелевским лауреатом, скорее всего. Сейчас я буду плавать в аквариуме с огромными акулами. Вот такие вот маленькие зубки будут сейчас меня окружать. Ну, теперь, ты знаешь, они малюсенькие. Ну, это же вообще не страшно. Для начала, инструктаж. Как пользоваться аквалангом и как вести себя в компании акул. Ну, вот она, новая серия фильма «Челюсти». Фу! Ну, все, сейчас буду опускаться уже к акулам. Все погружение происходит в клетке из толстенных стальных прутьев. Наверное, чтобы акула не перекусила. Вокруг – искусственный риф, плавают яркие тропические рыбы и морские черепахи. и ни одной акулы на горизонте. Оказывается, плавание с акулами на самом деле заключается в стоянии в клетке и махании рукой посетителям, идущим по стеклянному тоннелю. Ой, хотя бы одна акула рядом проплыла. Как мне объяснили, акулы очень пугливы. Поэтому, как только я погрузился, они все куда-то уплыли. Мне удалось только издалека увидеть одну несчастную акулку. В общем, я заскучал и начал приставать к манекену. Как только меня вытащили из этой клетки, сразу же все рыбы, в том числе и акулы, приплыли обратно. В Малайзии сейчас на самом деле сезон дождей. И вот ровно в полчетвертого каждый день ниоткуда просто раз светило солнце, было прекрасно, начинается дождь. Поэтому прячьтесь в полчетвертого. Спасаясь от дождя, я забежала в первый попавшийся хостел. Им оказался хостел Рейнфорест. Алло, мы вернемся. Вот это стоит 39 ренгит. Это чуть больше 10 долларов. Прекрасно. Боже, гром, какой ливень начинается. Для совершенно случайно выбранного хостела очень даже ничего. Все стены хостела выкрашены в ядовито-красный цвет. Но он совсем не раздражает. Наоборот, все как-то очень экзотично. Ой, а тут еще терраса такая. На май в Малайзии приходится сезон дождей. Так что туристов немного. И есть шанс, что в комнате я буду одна. Ага. В комнате полный минимализм. Три кровати, обшитые деревом стены, встроенные шкафы, кондиционер. Удобство на этаже. Ага, а вот и удобство. Вот и минус. В комнате нет удобства. Все общее. Хорошо, что здесь есть козырек. Если бы видели вы, какой на улице ливень. Это тропический дождь. Говорят, он тут идет каждый день. Но я не по-бедному. Я с золотой картой приехал селиться в роскошный отель. Поэтому все равно. Многим телезрителям не нравится, что мы рассказываем о дорогих номерах отелей. Но многим нравится. Поэтому приготовьтесь в ближайшие 40 секунд прослушать увлекательную информацию о моем шикарном отеле. Как все красиво. Сейчас сюда, в Куала-Лампур с рабочим визином приехал Минсултан Назарбаев, президент Казахстана. Поэтому президентский номер соответственно занят. Пришлось довольствоваться обычным люксом. А эти обычные люксы за 20. А, вот. Ну вот же ты. Небольшой номер, но сразу видно роскошь. Все вот так в таких тонах красивых. Аристократ какой-то я. Телевизор у меня уже включен. Ну, мне нравится спальня. Мне нравятся вот эти вот цвета. Знаете, как он такой коричневый, вот светленько все. Уютно сразу. А вот и самая главная причина, по которой я снял этот номер. Точнее, сразу две главных причины. Это вот эти великолепные высоченные башни Петронос. На которой у меня открывается прекрасный вид из моего окошка. Ну все, бежать, 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 бежать. Так, ванная комната. Ох, друзья мои, да тут же желтый мрамор. Настоящий, поверьте мне. Я знаю, когда настоящий, когда у меня на съемной квартире. О, и посмотрите, у меня можно радио включить. И сразу выключить, потому что мне такая музыка не нравится. После заселения в хостел я отправилась на улицу Джалан-Алор. Эта улица самая съедобная улица в городе. Тут перемешалась вся кухня и китайская, и малайская, и индонезийская. То есть на любой вкус, что ты хочешь и выбирай себе. На таких улицах столовых находятся сотни кафешек, ресторанчиков и магазинов. Ближе к вечеру тут начинается настоящий праздник еды. Все шкварчит, кипит и жарится на открытом огне. Я заказала себе половинку настоящего речного ската. Скатов малайцы каждый день не едят. Их здесь считают дорогой праздничной едой. У таких рыб на хвосте есть острый ядовитый шип, который перед приготовлением удаляют. Потом половинку ската обмазывают смесью специй и пальмового масла. Кладут на банановый лист, накрывают крышкой и оставляют жариться на 10 минут. ската не ела. Ската еще не ела. Ну давай. На вкус ската оказался очень даже ничего. Мясо нежное и даже при таком количестве специй совсем не острое. Единственное, что заказывая ската, зажаренного на банановом листе, ожидаешь какого-то неизвестного, экзотического вкуса. А получается, что скат только по форме такой необычный, а по содержанию рыба себе как рыба. Очень вкусно, очень мягенько и правда очень много мяса. Для бюджетного туриста 9 долларов за блюдо – это дорого. Но поверьте, скат того стоит. Спасибо. Ну а похоже, я пришел в место, которое очень популярно среди иностранных туристов. В Сере Мелайю называется ресторан. Здесь, помимо того, что хорошо готовят, есть еще какое-то замечательное шоу. Ну, как говорится, и хлеба, и зрелищ. В заведении действует система буфета. То есть, платишь фиксированную сумму, а ешь сколько хочешь. Еда выставлена прямо в зале ресторана. Подходишь, набираешь, опять набираешь, опять подходишь. Ужин может растянуться до нескольких часов. Из приготовления еды сделали настоящее шоу. Ух ты! Прямо вот при тебе готовят мясо. Посмотрите, какой кастрик. Этот огромный костер – всего лишь определенный вид обжарки мяса. Повар подливает алкоголь в блюдо, и пока спирт не выгорит, пламя вот так вот пылает. Этот процесс называется фламбе. Самое малайское блюдо – это рис, сваренный в кокосовом молоке. С кокосовым молоком в Малайзии вообще готовят что только можно. Рис, мясо, морепродукты. Его добавляют в соусы, чили и карри. У меня здесь рис, разное мясо. Есть кусочек уточки, курица, говядина, салат, шпажечки мясные и три яичка. Ну, вот так вот скромно. Стакан сока, фрукты. А когда началась шоу-программа и на сцену вышли местные народники, стало окончательно понятно, что Сэри Милайю – это такой себе туристический конвейер. А никакой не шикарный ресторан, как мне его описывали. И все-таки самое вкусное в азиатских странах – это фрукты. Знаете, хоть это место и безумно популярно среди туристов, но оно оказалось каким-то безобразно дешевым. Я поел всего лишь на 72 рингита. Это 23 бакса на секундочку. С золотой картой 23 бакса. Антирекорд, по-моему, в программе. Ночью с подсветкой башни Петронос выглядят еще эффектнее, как две огромные блестящие ракеты на старте. Вот честно, даже удивительно, что Петронос стоят в этом городе. Просто Куала-Лумпур настолько непримечателен, а башни настолько великолепны, что, кажется, попали они сюда совершенно случайно. Ну, это как если бы Эйфелева башня вдруг была построена в Мариуполе. Ну все, спокойной ночи. Спать. Спать, 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 спать. Ой, как прекрасно. Я одна, никого нету. Могу быть на любой кровати. Ура! Так, дико устала, что хочу просто упасть. И уже не встать. Все, спокойной ночи. Пока. Сашечка, спокойной ночи. Дай уже раздеться. Извините, извините, но я не смогла сдержаться. За три сезона Орел и Решка побывал в 46 городах. И вот, наконец-то, в следующую субботу. Ух ты, елки-палки. И хабло какое-то. Типикайте. Да, конечно, 300 гривен за два манго, это нормально. Все, вопросов нет. Конечно, Киев – уникальный город. Сюда всегда хочется возвращаться. Сколько можно уже вас ждать? Заходите. Ах, все быстро, быстро, быстро. Утром второго дня я пошла на центральный рынок Куала-Лумпура. Ой, ну, наверное, у каждой страны есть свой символ. Украина – это, конечно, рушник. У России – это матрешка. В Малайзии тоже есть свой символ. Это воздушный змей. Вот это такой вот формы, видите? И называется он. Вау! За ним я и пришла сюда на рынок, чтобы его купить. Изображение воздушного змея, такой необычной формы, есть на всех сувенирах из Малайзии. На эмблеме малайских авиалиний и даже на монетах и банкнотах в один рингит. Сейчас увидим, что в этом змее такого необычного. О, вау! Вот они! По традиции, вау делается из тонких бамбуковых реек и рисовой бумаги. Воздушные змеи вау в Малайзии начали делать еще тысячу лет назад. Сейчас мало кто еще помнит, как правильно делать не декоративные, а настоящие летающие вау. Змей может быть и четыре метра в ширину. Я решила приобщиться к древнему обычаю и запустить вау на берегу моря. Спасибо! Спасибо, спасибо! Все, дело сделано! Спасибо! Недалеко от Куала-Лумпура есть самое лучшее место, где можно запускать змеев на берегу океана. Вот сюда я и приехала. Каждый день после полудня здесь собираются сотни людей и запускают воздушных змеев. Кто-то приходит со своим змеем, а для других на берегу стоят десятки палаток со змеями на прокат. Здравствуйте! Лисы! Помогите мне мой флайер. Вау! Да! Ей! Сейчас мне покажут, как надо запускать, и мы идем прямо в плаш. Оп! О! О, так это так легко! Слушай! Ветерочек, давай, давай, давай! Класс, летит! Ой, не падай, только не падай, не падай! Ну что же ты? Давай, давай, молодец! Хоть мне и помогал знаток змеев управляться свау оказалось ужасно сложно. Он все время хотел то улететь в облака, то запутаться в деревьях. В конце концов, он шлёпнулся в море. Что же делать? Мой воздушный змей превратился в водного змея. Я вернулась в Куала-Лумпур и поехала на одну из главных его достопримечательностей храм в пещере Бату. Эта пещера находится на окраине города, и туда можно за 20 минут доехать на электричке, которая отправляется с центральной станции. Бату – это одно из самых священных мест для индуистов. Тут на входе стоит статуя богу обезьян. Я надеюсь, что это единственная обезьяна, которая находится здесь. Иначе я за себя не ручаюсь. Это моя фобия, понимаете? Ну, идём, посмотрим. Нам, европейцам, обезьянный бог Хануман может показаться каким-то страшилищем. Зелёная кожа, красная морда, огромные мускулистые ноги. В общем, кошмар какой-то. Но для индуистов Хануман – это доброе божество, покровитель всех деревенских жителей. В Куала-Лумпуре живут сотни тысяч индусов. И самые богатые исправляют в этом храме свои свадьбы. Ой, тут индийская свадьба. Всем надо снять обувь. Ну, идём, посмотрим. Странно тут всё. Невеста плачет, а у жениха такой вид, как будто он её видит в первый раз. И она ему вообще не нравится. Индийская свадьба оказывается очень сложный процесс. Сначала родители жениха выбирают для невесты девушку, которая им больше понравится. Затем специально нанятый астролог по гороскопу проверяет, насколько подходят молодожёны друг другу. Если звёзды дают добро, назначается день свадьбы. Ну, а дальше только успевая выполнять все необходимые ритуалы. Нужно сказать, что индийская свадьба проходит довольно скучно. Совсем не так, как в фильмах, где все поют, танцуют и разбрасывают лепестки лодка. На входе в пещеру стоит гигантская статуя индуистского бога Муруга. А внутри огромного грота находится посвящённый ему храм. Сначала думаешь, что 272 ступеньки по крутой лестнице это самое большое испытание на пути в пещеру. Но не тут-то было. Мама, мама. О, Господи, О, Господи. Я ничего не понимаю. Они меня преследуют, оклянусь вам. Посмотри, она села. Я не пойду дальше. Она меня преследует. Посмотри. Боже, какой ужас. Мама. О, Господи. Я так и знала, что на всей лестнице они будут лезть только ко мне. Я это знала. Я это знала. Тут миллионы людей. Все идут просто. Я не заметила. Я не заметила. Я поднялась по этим ступенькам, что эти обезьяны, они меня свели с ума. В получасе езды от Куала-Лумпур находится городок Силангор. В этом городке недалеко от маяка можно увидеть целую толпу серебристых обезьянок. Их специально не разгоняют, а наоборот, прикармливают. И обезьянки эти уже местная достопримечательность и развлечение для туристов. Покупаешь хлеб или стручки фасоли, и обезьяны тут же толпой наваливаются на тебя. Но это совсем не страшно, а даже прикольно. Здорово, братан! Так, тихо. Я тебе сейчас все дам. Ты, главное, не нервничай. Брателла, подожди, все по очереди. На, держи тебе. Оп, давай, братан. Держи. Держи, братушечка. Так, подождите, очередь. А вот это были мои белые штаны. Обезьяны не очень тяжелые. Они ловко на тебя взбираются, как будто ты пальма. Лапки у них мягкие, ногти короткие, так что обезьяны вас не поцарапают. Только испачкать могут очень сильно. В общем, в белых штанах лучше сюда не являться. Они не очень пахнут. Тихо, пацаны. Пацаны, ё-моё. Очки я ставлю, дядь. Посмотри. Все, отобрал. Так, ну что ты, друг? Давай. Может, их в пещерах не будет? Мама! Я ничего уже не хочу. Мне же ничего не нравится. Ну, я хочу домой. Ну, вот и знаменитая пещера Бату. Одна из самых больших в мире. Потолок пещеры находится на высоте почти ста метров. Внутри светло, но не из-за фонарей, а из-за природных окон в потолке, через которые пробивается солнечный свет. Сверху постоянно что-то капает. Ай, прямо в глаз. Ну, красиво, конечно, очень видо ухо. И что странно, в пещере почти нет эхо. У пещеры есть несколько залов. И один выглядит, как гигантский колодец. В нем и находится главный храм богу Муругу. Пещера Бату знаменита тем, что каждый год в феврале тут проходит кровавый праздник. Тайпусам. Паломники на этом празднике занимаются откровенным членом вредительства. Одни прокалывают свои щеки и языки длинными спицами, а другие втыкают в кожу огромные крюки, привязывают к ним веревки и так тащат на себе тяжеленные платформы. Но при этом, как ни странно, не проливаются ни капли крови, так как все участники находятся в трансе. Этот ритуал называется умерщвление плоти. Все его участники верят, что через боль можно достичь просвещения и открыть в себе сверхспособности. Знаете, пещера, конечно, просто безумно красивая. Очень красивая. Эти капли сверху. Все красиво до тех пор, пока не посмотришь вниз. Все-таки люди подпортили ее. Как и во всех индуистских храмах, в пещере Бату горы мусора, в котором копошатся какие-то куры и местные белки. Пещера большая, очень красивая. Большая статуя. Но самый большой плюс в этом храме, что тут нету обезьян. Под вечер я приехал в город Куала-Силангор. Здесь находится уникальный заповедник. Заповедник светлячков. Я не знаю, конечно, как это выглядит, но знаю, что их здесь миллионы. И должно быть все волшебно, празднично, красиво. Ведь это же светлячки, они такие милашки. Что тут может быть интересного, не представляю. Сто процентов какой-то очередной обман богатых туристов. Нет, вы слышали? Уже деньги берут за каких-то жуков светящихся. Ну все. Вот я переоделся в костюм гаишника и иду на лодку. Светлячковое сафари заключается в том, что вы садитесь в лодку и по кромешной темноте плывете по затерянной в джунглях реке. Во время всей экскурсии приказано говорить только шепотом. Ну, видимо, чтобы светлячков не спугнуть. Как только ты садишься в лодку, начинается какая-то сказка. Представьте, ночная река, тишина вокруг. Только всплески воды отвесел. И вдруг в этой кромешной темноте деревья начинают переливаться огоньками. Не знаю, видите вы или нет, но там реально они светятся, как гирлянда на новогодней елке. Это настолько удивительно и волшебно, что даже не веришь в первую секунду. Думаешь, да не может быть, наверное, это новогодняя гирлянда, провода где-то спрятаны в листьях и розетки там. Но когда один из светлячков вдруг начнет летать вокруг тебя, такой маленький мерцающий огонек, ты сразу понимаешь, что никаких розеток тут нет. Ну, придумать же природа такое. В общем, беру все свои слова обратно. Зрелище, страх их завораживает. Прямо мистика какая-то. Говорят, это самая большая в мире колония светлячков. Их тут целый миллион. Кто бы мог подумать, что меня, человека, у которого много раз была золотая карта в разных странах, так впечатлят светлячки. КОНЕЦ В конце дня я решила перекусить любимой сладости малайцев печеньем с дурианом. Сейчас посмотрим, что это такое. Как мы уже рассказывали, дуриан – это такой фрукт с, ну, очень неприятным запахом. Это как запахи тухлой рыбы, чеснока и канализации вместе взятые. Запах у этой сладости приотвратительный. Кто такое может есть? Наверное, только малайцы и... Боже мой, я не могу. У меня тут обезьян, например, вот такой таракан, вот такой, ой, сидит на этом дуриане. Боже, какой он огромный и ужасный. То есть я еще и без ужина осталась, а таракан с ужином. Слава Богу, что у нас в команде есть бесстрашный сценарист, который просто придушил его, в принципе, сейчас и несет оператора. Мой вам совет – никогда не располагайтесь в Куала-Лумпуриной земле, чтобы перекусить. Тут водятся такие насекомые. Мамочка! Как вы думаете, куда я несу эту пустую бутылку? Нет, не в пункт приема стеклотары. Я несу ее в тайное место, где спрячу для вас или для вас 100 долларов. Координаты бутылки в Куала-Лумпур, район Ампанг. Идти по улице Джалан-Линкарен-Тенго-2 мимо отеля «Фламинго». Пройти под эстакадой через пешеходный переход. Не доходя до моста, свернуть левее под трубопроводами, переброшенными через канал. Там и спрятана бутылка. Удачи! Куала-Лумпур Куала-Лумпур очень стремится к тому, чтобы стать городом будущего. Но пока самое современное и впечатляющее здесь – это башни Петроноса. Хотя нет, самое впечатляющее здесь – это, пожалуй, ручные обезьяны и светлячки. Ну всё, сейчас буду опускаться уже, как ума. Класс летит! Ух! Если бы видели, какой на улице ливень, это тропический дождь. Ух-ху-ху! Ух-ху-ху! Ух-ху-ху-ху! А-а-а! Вот такой таракан! Ух-ху-ху-ху! Ух-ху-ху-ху! Ската ещё не ела. Аж голова кружится. Идём посмотрим, что внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет! Привет! Привет, башня! Напугал меня! Ну, уже, ну, очень крутые башни, согласись. Ну, а что-то тебя впечатлило здесь, кроме этих башен? И на меня случилось ужасно, ужасно, ужасно! Что? Я тебе серьёзно говорю? Серьёзно? Что случилось? На меня прыгнула обезьяна. На тебя? Да! Боже, как! Я так плакала даже, ужасно! Да я тоже плакал, смотри! Это ужасно! Как это так? А, блин, тебя разорвали! Боже, я не плакал! Разорвали в клочья! Это акула! Боже мой! Вот акула! Ой, да, интересно! Пас! Обезьян! Верни, обезьян! Вот, смотри, обезьян! Пошёл! А светлички! Светлички! Какие паспо-светлички! Какие паспо-светлички!